День телевидения В Севастополе трансляция программ первого регионального канала стартовала в 91-м. Это был СТВ, Севастопольское телевидение. Сегодня он носит уже другое название – информационный канал Севастополя, но остается первым и ведущим местным телеканалом. О том, как изменилось телевидение и какие передовые технологии дают возможность нашим зрителям первыми узнать о новостях региона – в сюжете Марины Кравцовой. В прошлом громоздкое оборудование, пленка, кассеты и уловки дикторов. В виде зеленой помады на губах, чтобы видно было на черно-белом экране, современное телевидение – это оперативность, качество и высокие технологии. Зрители узнают о событиях в прямом эфире. Так, во время выборов 10 сентября Юлия Ефремова вела трансляцию из штаба избирательной комиссии минута в минуту о самом важном. Александр Петухов, глава избиркома, расскажет о том, как же этот день завершился. Во время приезда в Ливадию президент России Владимира Путина специально для зрителей ИКСА Михаил Паутов без ПТС, спутниковой связи и машин, напичканных техникой, вел прямую трансляцию происходящего, вооружившись всего лишь мобильным телефоном. Сделали очень просто. Я снимал в HD качестве на телефон и через мессенджер передавал в редакцию весь видеоконтент. И тут же в ближайших выпусках новостей мы зрителям это могли показывать с комментариями корреспондентов, с моими комментариями, с комментариями ведущих. В этом смысле федеральным новостям и федеральному телевидению мы в оперативности не уступили. Визит президента России Владимира Путина на открытие памятника был краткосрочным, буквально на 10-15 минут. Севастопольским студентам удалось пообщаться с президентом России. Скоро такая практика для информационного канала Севастополя станет правилом. И новости для наших зрителей будут идти в режиме реального времени, но с лучшим качеством картинки. Мы сейчас закупаем рюкзаки, которые позволят нашим журналистам, нашим новостным журналистам в первую очередь быть самыми оперативными в городе, приезжать на место и давать прямую трансляцию в новости, либо прерывать эфир и транслировать какие-то мероприятия. При этом любой журналист и любой оператор может с этим справиться. Современное телевидение неразлучно с интернетом и видеоконтент теперь доступнее. На сегодня в рейтинге Live Internet сайт информационного канала Севастополя по количеству посещений. Самые популярные среди телекомпаний Севастополя. Сейчас, чтобы быть в курсе событий и узнать главные и самые интересные новости Севастополя, не обязательно бежать домой к телевизору и дожидаться выпуска новостей. Его можно посмотреть в любой точке города, на улице, остановке общественного транспорта или в троллейбусе со своих мобильных устройств на сайте информационного канала Севастополя, на нашем канале в Ютубе или в группах в социальных сетях. Новости на информационном канале Севастополя. Здравствуйте. Сегодня журналисты не просто наблюдают и транслируют информацию, они участники событий и точно знают, о чем говорят. Бросит винограда и деревянная бочка, а дальше все, как в фильме с Андрианом Челентано. Ну что, будете захватывать мир? К высадке в тыл противника я полностью готов. Принимать участие в учениях, конечно, весело, но для спасателей это очень серьезная работа. Это очень сладкий. Первая рыбка информационного канала Севастополя. Вот и все. Несколько простых действий, и я обезопасил свое здоровье на ближайший год. Квадрокоптеры с камерами дают возможность нашим зрителям увидеть новые ракурсы Севастополя. Но как бы далеко не зашли современные технологии, главным для журналистов всегда будут его зрители – жители Севастополя и Крыма. Прийти в каждый двор, помочь решить коммунальные проблемы, вопросы благоустройства, услышать каждого, рассказать об интересных людях и их историях – это и есть наша задача. А впереди много новых проектов – патриотических и исторических, образовательных и развлекательных. Со Всемирным днем телевидения всех севастопольцев и коллег поздравляют Марина Кравцова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Символично, что сегодня во Всемирный день телевидения стало известно. Фильм информационного канала Севастополя о ликвидации немецкой донной мины победил в Москве на конкурсе «Созвездие мужества», который проводит МЧС. Специальный репортаж ранее отметили в Севастополе и Южном федеральном округе. После победы на межрегиональном этапе работу отправили на федеральный уровень. Лучшие выбирались со всей страны. Теперь 3 и 4 декабря главную награду автору фильма севастопольскому журналисту Михаилу Паутову будет выручать министр МЧС Владимир Пучков. Сегодня исполняется 140 лет со дня изобретения фонографа американским бизнесменом Томасом Эдисоном. О своем изобретении прибора для механической записи звука его воспроизведения он объявил в 1877 году. А уже в феврале следующего года получил патент на прибор. Первая звукозапись, сделанная при помощи фонографа, представляла собой углубление на поверхности фольги, размещенной на цилиндре, и содержала строчку из английской детской песни «У мэри был барашек». Кстати, изобретение фонографа произошло случайно. Когда Томас Эдисон работал над улучшением телефона, он запел над мембраной, которой была припаяна игла. Из-за дрожания пластинки игла уколола изобретателю палец, сыграв роль своеобразного яблока Ньютона. К другим темам в лесу в районе Микензевых гор обнаружили останки бойца Красной армии, погибшего во время 2-й обороны Севастополя, предположительно в июне 1942 года. Это уже не первый солдат. С момента начала поисковых работ в этом районе подняли останки 15 защитников города. Основная задача – установить имена и по возможности найти родственников. Марина Кравцова вместе с поисковиками провела день на раскопках. В мае-июне 1942 года здесь, в районе Микензевых гор, шли ожесточенные бои. Спустя 75 лет ведут раскопки. С начала осени поисковики двух отрядов «Севастополя боевое братство» приезжают каждую неделю. Часы работы – кубометры вынутого грунта. Поиски осложняет рельеф. В 70-е здесь ровняли землю, сажали лес. На местах укрепрайонов рекомендовалось после войны распахивать поля, сажать лесополосы. То есть после войны уничтожались следы войны как такой вообще. Наткнулись на траншею, перекрытую деревянными досками. Укрытие от обстрела в окопе – останки советского солдата. Поднимают на поверхность аккуратно, чтобы не повредить. Вручную перебирают вынутую землю. Ищут предметы, которые могли бы помочь установить личность бойца. Медальон, возможно документы или подписанные вещи. Если удастся, будут разыскивать родственников. Помочь тем людям, чтобы они знали своих родственников, где они погибли, на каком фронте, на какой линии. Информацию, чтобы знали какую-то. По всей стране есть семьи, где дед или прадед числятся пропавшими без вести во время войны. Многие ищут хоть какую-то информацию о них. В этом году в 42-м оборону держал 287-й стрелковый полк 25-й Чапаевской дивизии. Отступали. Хоронить погибших было некогда. Исправляют ситуацию сейчас. В начале июня подняли останки девяти красноармейцев. У одного нашли обложку портбилета и записку с адресом, именем и отчеством. Всего же с начала осени нашли останки 15 человек. Обидно, что где-то в лесах лежат такие непохороненные бойцы. Тем более у кого-то еще остались родственники близкие. И когда смотришь в глаза этих родственников, разговариваешь с ними по телефону, даже если их не видишь, люди тронуты, плачут. Как бы это запоминается на всю жизнь такое. Чувствуешь себя, что не зря мы ходили. И хоть здесь высадили деревья, их войны осталось в разрушенном бетонном укрытии. И горы бутылок от шампанского тоже отголоски обороны. На бутылках клеймо. 38-39-41 год выпуска. Здесь не было источников воды. Из Инкермана везли шампанское. Им промывали раны, стирали в нем бинты. Обычное шампанское. Поставляется на передовую. Его выдавали в качестве воды. В напряженные моменты боя, когда воды не было, заливали в кожуха пулеметов для охлаждения. Варили на нем кашу. Писк металлоискателя. С чутким прибором ищут пуговицы, пряжки. Но в основном попадаются гильзы от патронов. Поисковые работы не так уж и безопасны. Очень часто встречаются вот такие находки. Это была противопехотная мина, которая срабатывала от нажатия. От нее остался только проржевевший корпус. Но вполне вероятно, во время раскопок наткнуться и на неразорвавшийся снаряд. Раскопки здесь будут продолжаться. Захоронение пройдет в следующем году на территории 35-й береговой батареи. Год назад удалось установить имена пяти погибших солдат. И у всех нашлись родственники. Они приехали в Севастополь и смогли возложить цветы к могилам дедов и прадедов. Марина Кравцова, Сергей Калеренко, информационный канал Севастополя. Когда обещание нужно выполнять, в редакцию информационного канала Севастополя обратилась жительница дома номер 75 по улице Горпиченко Валентина Арзубова. Женщина пожаловалась на неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия у нее во дворе, которое районные власти давно обещали отремонтировать. Для того, чтобы прояснить ситуацию, Валентина Петровна обратилась и к представителям регионального штаба ОНФ в Севастополе. Как скоро удастся решить эти вопросы в следующем сюжете. Отсутствие скамеек детской площадки и разрытое асфальтовое покрытие. Ничего хорошего в таком положении дел Валентина Арзубова не видит. Говорит, несколько лет назад у нее во дворе начали благоустраивать территорию. Асфальт сняли, а вот завершить работы забыли. Я мы понарыли, вот, и все, и уехали. Асфальта у них, видите ли, не хватило. А теперь опять обещают, вот обещают, а когда они это все сделают, будет ли это выполнено, не знали. Они понарыли. А это кто? Это Брицын. С лопатой, да? Да, с лопатой, с бригадой. Он же знает, кто здесь был. И когда приехали, как говорится, без асфальта, я говорю, Миша, надо, наверное, возбуждать дело. Ну что это такое? Сделаем, сделаем, все сделаем. В общем, дело это по сей год. За комментарием мы обратились к главе Нахимовского муниципального округа Михаилу Брицыну, на которого ссылается Валентина Арзубова. Я знаю об этой проблеме. Ко мне приходили, писали. Я со своей стороны выявлял те места, где есть внутриквартальные дороги, где более актуальны. Нельзя так, конечно, цинично говорить. Везде люди живут, везде нужно делать. Но есть там, где вообще, по сути, отсутствует внутриквартальная дорога. И мной были сделаны обращения на имя директора Титова с целью того, чтобы в этом году или в следующем внесли в перерочень на ремонт. В свою очередь, директор департамента транспорта Игорь Титов в телефонном разговоре сообщил нам, что этот объект в их компетенцию не входит. Это ответственность муниципалитетов. О сложившейся ситуации Валентина Арзубова рассказала и представителям регионального штаба Общевоссийского народного фронта в Севастополе. Показала и проблемные участки внутри дворовой дороги. И место, где жители хотят видеть детскую площадку. Данный двор запланирован к благоустройству в программе по программе в 2018 году. Ориентировочно это будет лето, когда приступят к изготовлению дорожного покрытия и приступят к благоустройству. Лето 2018 года. Сейчас уже смета составлена, будет произведена экспертиза сметы и всё сделают, как положено, учитывая пожелания жителей. Жительница улицы Горпищенко обратила внимание на курьёзную ситуацию. Одна из подрядных организаций ремонтировала дорожное покрытие вблизи жилого дома. Рабочие уже из слоя асфальта сняли. А затем оказалось, что ремонт здесь вовсе не нужен. Подрядчики начали его по ошибке. Но, разрушив покрытие, оставили всё как есть. Представители городских властей заверили местных жителей. И это исправят в следующем году. Светослав Данилов, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя. И о премьерах на информационном канале Севастополя новая серия проекта «Севастополь в цифрах». В каждом из выпусков рассказываем, насколько уникален наш город. О легендарных севастопольцах, истории Белокаменного, интересных фактах из жизни города. В этот раз речь пойдёт о железных дорогах. В 1855 году в Севастополе построили первую железную дорогу. Её делали силами Великобритании для военных нужд. На сооружение из казны было выделено 100 тысяч фунтов стерлингов. Дорога соединяла Севастополь и Балаклаву. Её длина составляла 28 километров. Поезда ходили каждый час с 7 утра до 7 вечера. От одной конечной остановки до другой состав доезжал за полтора часа. В 1856-м дорога была разобрана и продана Турции. Нынешняя ветка «Лозовая Севастополь» была построена в 1875 году. Её протяжённость 654 километра. Каждый поезд, который прибывает в Севастополь, проезжает на своём пути 6 тоннелей. К новостям спорта завершился теннисный сезон турниров на открытых кортах. Севастопольские спортсмены участвуют в соревнованиях среди смешанных пар. А теннисистки рассматривают эти состязания как подготовку к турниру категории «А», который пройдёт в Сочи 27 ноября. На кортах теннисного центра «Севастополь» в загородной балке состоялся турнир среди смешанных пар «Осенний листопад». В соревнованиях приняли участие 8 дуэтов. Сегодня у нас очередной турнир, турнир выходного дня. Назвали мы его «Осенний листопад», видите, кругом листья. Но природные условия такие, что нам просто позволяют круглый год играть в теннис, получать удовольствие, люди оздоравливаются. Что нас волнует, это, естественно, очень серьёзная поездка в Сочи, турнир первой категории, где будут выступать наши молодёжь, девочки до 17 лет на призы весниной. Турниры выходного дня проходят в течение всего года. Обычно в них участвуют семейные пары, а молодые игроки пробуют силы в индивидуальных соревнованиях. Я предпочитаю играть со двумя сердцами в паре. Парный разряд, так как можно играть сообща, договариваться, выигрывать какие-то комбинации, создавать по ходу игры. Победителями турнира «Осенний листопад» стал дуэт в составе Марины Грищенко и Николая Найдёнова. Светослав Данилов, Владимир Милианский, Андрей Гущенко, информационный канал «Севастополя». И о погоде, как сообщают синоптики, 21 ноября в Севастополе облачно, дождь, ветер северный 12-17 метров в секунду, утром и днем 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем плюс 5, плюс 7 градусов. 22 ноября в городе переменная облачность, временами осадки, дождь, мокрый снег. Ветер ночью южный, днем северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 5, плюс 7. В связи с прогнозируемыми осадками, Департамент транспорта и Севастопольский автодор просят воздержаться от поездок в ближайшие дни на личном автотранспорте, не оборудованном зимними шинами. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok